Всем привет! Сегодня я была в магазине Фикс Прайс, который находится в городе Ростов-на-Дону, торговый центр Таллер. Сегодняшний обзор будет посвящен полностью отделу посуды. Посмотрим, что там новенького и интересненького на сегодняшний день. Всем приятного просмотра! Кружка 400 мл, цена 99 рублей. Внутренняя часть кружки, как видите, выполнена в ярком цвете, а внешняя в темном. Состав фаянс, удобная ручка, цвет такой снаружи, как будто матовое покрытие, а изнутри глянцевое. Есть разные цвета внутренней поверхности кружки, вот все, которые были у нас. На полочках появились яркие вот такие стаканчики с трубочкой, стоят 79 рублей, объем 430 мл. В состав акрилонитрил, полипропилен. Есть разные варианты расцветок. Трубочка внутри получается у нас вот с фиксатором, чтобы не выскакивала, если что. Крышка закручивается. Так, и вот сам стаканчик. Довольно легкий такой, яркий, симпатичный. Можно деткам купить как раз на какой-то праздник или просто для ежедневного выпивания воды, сока, чая и так далее. И вот ярко-розовый цвет. Три варианта на выбор. Еще одна новиночка, стакан с крышкой за 149 рублей. Отличный подарок будет, кстати, для любителей кофе и кофейных напитков. Украшен тематической надписью. Из стильного стакана удобно будет пить кофе на рабочем месте или во время прогулки. Объем 360 миллилитров. Размер 8,7 на 11,9 сантиметра. Стакан выполнен из фаянса, а крышка из силикона. Не является, кстати, при этом термостаканом, имейте в виду. Но сам по себе стакан очень такой навес, тяжеловатый, кстати. Но симпатичный, яркий. Три варианта на выбор. Снова на полочках появился френч-пресс за 299 рублей. Один литр объем, он большой, посмотрите. Черного цвета вот этот вариант у нас. Френч-пресс, идеальный вариант для заваривания молотого кофе или листового чая. Термостойкое стекло. И вот такой вот имеется поршень с фильтром. Вот он вот так выглядит. Ну, в принципе, качество неплохое. Ручка, как видите, прикреплена к чайнику, не к крышке верхней. Это плюс. Закреплено хорошо, устойчиво. Вот так вот у нас поднимается. Так, сейчас попробуем опустить. Крышечку посажу. И вот так опускается. Есть несколько вариантов расцветок. Вот такой еще серый цвет. И еще один вариант, вот такой коричневый. Три варианта получаются расцветок на выбор. Маленькие терочки за 27 рублей 50 копеек. Четырехгранная терка. Вот так выглядит. Удобно натирать имбирь для приготовления ароматного чая. Цедру, лимона или шоколад. Также можно измельчать чеснок. Маленькую терку удобно будет брать с собой на пикник. Вот так выглядит у меня на ладошке. Снова обновились тарелочки вот такие. 20 сантиметров. Цена 79 рублей. Такие частенько я показываю вам. Это у нас с новыми рисунками. Посмотрите, вот такой фиолетовый рисуночек. Состав белое опаловое стекло. Значит, по периметру у нас вот такими волнами выполнено. Есть с рисуночком синего цвета. Вот так выглядит. Качество, конечно, таких тарелок, повторюсь, неплохое. За такую цену очень даже, я вам скажу. Пользуюсь тоже похожими тарелочками уже давно. И вот третий вариант. Форма для выпечки стоит 26 рублей 30 копеек. Подходит для приготовления бисквитов, кексов, пирогов. После приготовления расправьте края формы, аккуратно вытащите изделие и переложите его на блюдо. Рассчитана на температуру от минус 20 до 180 градусов. Диаметр 24 сантиметра. Тарелка глубокая, стоит 79 рублей. Объем 420 миллилитров, 20 сантиметров. С интересным рельефным рисуночком по внутренней поверхности. Вот, посмотрите, я вам покажу. Состав белое опаловое стекло. Мне нравится цвет, что не молочный, а действительно белый. Следующая черная вот такая тарелочка, 19 сантиметров, стоит 79 рублей. Цветной узор на темном фоне, конечно, смотрится элегантно и стильно. Состав опаловое стекло. Интересно выполнено. Скорее всего, должны быть и другие варианты расцветок и рисунков. Но у нас в магазине вот был один вариант вот такой. Ну, кто любит такие необычные, конечно, тарелочки в черном цвете, вот, пожалуйста, есть на выбор и очень даже по доступной цене. Посмотрите, вот такая серия тарелок появилась опять в продаже. Это у нас пиала. Объем 770 миллилитров, стоит 99 рублей, если я не ошибаюсь. Посмотрите, очень симпатичный рисунок по периметру с надписью. Снизу как будто на ножке и по кругу идет черная такая полосочка. Смотрится, конечно, очень красиво. В такой же стилистике можно приобрести вот такую симпатичную тарелочку. Посмотрите, как красиво тоже смотрится. Стоит также 99 рублей с тем же рисунком изнутри. Покажу вам, как все выглядит. Высокий такой бортик. Тарелочка, кстати, отлично подойдет как для первых, так и для вторых, мне кажется. Она довольно такая, немножко глубокая. Все в одной стилистике. Цвета повторяются. И вот так будет смотреться коллекция, если приобретете разные варианты одинаковыми цветами. Неплохо смотрится за столом, будет красиво. В большом количестве выставили вот такие термосы за 199 рублей. Объем 420 миллилитров. Подходит для похода или пикника. Да и на каждый день, в принципе, с собой можно брать. Металлический корпус держит тепло в течение 10-12 часов. В зависимости от температуры окружающей среды. Имеет плотную крышку и носик, с помощью которого удобно пить или наливать напиток в кружку. Вот так вот получается открываете, нажимаете на кнопку и вот таким образом раскрывается. Неплохо. Рекомендации по использованию и уходу указаны на упаковке. Состав нержавеющая сталь, полипропилен. И вот так закрывается защелка наверх. Два цвета на выбор. За 149 рублей точилка для ножей и ножниц. Слушайте, интересная новиночка. Посмотрите, на упаковке есть инструкция, как правильно пользоваться, если что. Можете остановить и почитать поподробнее. Ножеточка подходит для различных видов ножей из нержавеющей стали. Кроме ножей с зубчатыми лезвиями и ножниц с такими же лезвиями. Вот здесь у нас антискользящее покрытие. Удобная ручка для фиксации. И вот они сами ножи-точки. Во время заточки не следует надавливать на нож, чтобы избежать повреждения лезвия. Имеет противоскользящее основание и удобную эргономичную ручку. Здорово! Набор банок 2 штуки за 55 рублей. Такие маленькие баночки отлично подойдут для разных специй и так далее. Объем 60 миллилитров. Давайте посмотрим на саму баночку. Баночка, как видите, идет уже с наклейкой черного цвета, чтобы можно было подписать. Баночка, как видите, сделана в такой форме, чтобы удобно было ставить между собой. В большом количестве выставили вот такие высокие банки для сыпучих продуктов с крышкой. Состав, кстати, пластик, то есть это не стекло. Ну, не знаю, для кого-то может стеклянное лучше, но вот у кого есть маленькие детки, там или кто-то боится разбить. Отличный вариант, кстати. Объем 1,5 литра. Крышка закручивается. И сбоку есть разделитель. Крышка, как видите, сделана так, чтобы удобно было ставить на друг друга. Цвета разные. Снова на полочках появилась вот такая коллекция разных банок. 2 литра, предназначена для чая, написано. Стоит 199 рублей. Состав жесть. Такая коллекция уже была в фикс-прайсе, и у меня дома тоже есть такие баночки. До сих пор пользуюсь и очень довольна качеством. Мне нравится. Вот этот стоит 99 рублей, и вот круглый вариант для сахара тоже стоит 99 рублей. Объем 0,9 литра. Дуршлаг с ручками 23 см. Стоит 199 рублей. Предназначен для мытья овощей и фруктов. Также процеживание бульонов или сливов воды из кастрюль. Имеет две удобные ручки. Диаметр 23 см. Состав нержавеющая сталь, полипропилен. И вот такие ножки снизу. Качество, знаете, очень даже неплохое. Есть разные цвета самих ручек. Вот они все. Пакеты для хранения за 29 рублей 50 копеек. Пакеты идут с зип-замком. Посмотрите, три штуки находятся вот в упаковочке разных размеров. И в форме банки они выполнены. Подходят для хранения как раз круп, разных орехов, сухофруктов и так далее. Нож поварской за 79 рублей. Подходит для нарезки и шинковки разных продуктов. Имеет широкое лезвие, с помощью которого можно раздавить чеснок или перенести измельченную зелень с разделочной доски в кастрюлю. Длина лезвия 13,5 см. Общая длина изделия 24,5 см. Цвета есть разные. Снова в продаже появился экран от брызг с ручками. Стоит 79 рублей. 29 см. Хорошо пропускает воздух, что позволяет приготовить аппетитное блюдо с хрустящей корочкой. Экран можно использовать для слива воды из посуды. Подходит для сковороды диаметром от 18 до 28 см. Состав нержавеющая сталь полиэстер. И вот так выглядит. Покажу вам поближе, постараюсь. Ну, я таким экраном, конечно, никогда не пользовалась. Интересно, на самом деле ли вообще есть от него какой-то толк, защита. Не знаю, если кто-то пользовался, напишите, пожалуйста, в комментариях. Было бы интересно. Следующее, я даже не сразу поняла, что это. Это, оказывается, губка для посуды. Посмотрите, какая необычная целлюлезная губка для посуды. Очень тоненькая, с интересным ярким рисуночком вот таким. Натуральная целлюлеза прекрасно впитывает и удерживает жидкость. Есть разные, как видите, варианты рисунков. Подставка под горячее за 79 рублей. 20 см. Состав нержавеющая сталь черного цвета. Имеются три круглые ножки вот такие. Так, ну, качество вроде бы прочное, неплохое. Одинаковые все, узоры повторяются. Вот такие интересные товары появились в отделе посуды. Как видите, как и новиночки есть, так и появились коллекции, которые когда-то были уже в фикс прайсе. Хочу сказать спасибо всем за поддержку и за то, что вы подписываетесь на мои дополнительные каналы. Кому интересно, переходите по ссылочке под видео. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь и желаю вам удачи. Ну, и, конечно же, мирного неба над головой. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok